Если у человека в детстве самооценка заниженная, то это 100% приведет к каким-то последствиям Никчемности, непривлекательности и беспомощности Ничего мне не нравится, ничего они не ценят, никому я не нравлюсь, я урод и все такое То, какими глазами мама смотрит на ребенка, таким ребенок себя и воспринимает Они всегда молодцы, они себе нравятся, они считают себя красивыми В чистом виде ребенок еще не способен манипулировать Если у него низкая самооценка, я ему буду вот каждый день говорить Ты молодец, ты лучше всех, ты симпатичная, но вот ушки у тебя, конечно, припрячь, животик тяни Как поддержать ребенка с низкой самооценкой? Заниженная самооценка – проблема многих детей и взрослых Очень хочется, чтобы отношение к себе не колебалось от любого критического замечания А самооценка была устойчивой и адекватной Как помочь ребенку, который боится проявляться, не верит в свои силы и от этого страдает Нам сегодня расскажет детский психолог Юлия Кесарь Юля, добрый день Добрый день Юля, а вообще имеет значение, какая у ребенка самооценка? Ведь все дети разные, как говорят, все дети индивидуальные Ну не может быть у всех быть адекватная, завышенная, какая-то прекрасная самооценка Кто-то с низкой Ну считается, что самый лучший вариант – это, конечно же, адекватная самооценка Считается, что нет, с завышенной То есть завышенная – это такая вот маска, которая как раз скрывает низкую самооценку Конечно, она имеет значение Потому что самооценка – это то, как человек себя воспринимает То, как он к себе относится, к своим способностям, к своим данным И это отношение влияет на то, как человек себя потом транслирует в общество Что он себе позволяет, что он себе разрешает Как он защищает свои границы, как отстаивает себя Поэтому самооценка – это такая фундаментальная вещь Ну вот к тебе дети и взрослые приходят, ты же видишь их немножко в каких-то переменах То есть пришел один, уходит потом от тебя другой Можешь ли ты сказать о том, что если у человека в детстве самооценка заниженная То это 100% приведет к каким-то последствиям, когда он вырастет И вообще в течение его становления как личности тоже будет иметь значение Личность формируется до 7 лет И, конечно же, вся база вот этих вот наших личностных качеств там закладывается И в этом как раз возрасте формируются у нас еще глубинные убеждения о себе Это как схемы, которые в процессе каких-либо ситуаций, жизненных обстоятельств Внутри закладываются Их бывает три вот таких вот схемы Никчемности, непривлекательности и беспомощности И вот эта схема, ну, допустим, несколько ситуаций происходит Где ребенок чувствует свою ненужность, незначимость И вот получается она его сопровождает по жизни И происходит в будущем какая-то ситуация, триггер И уже вот эта схема всплывает И человек мыслит как раз исходя из этой глубинной схемы И вот эти вот глубинные убеждения, они вызывают и эмоции, и влияют на поведение То есть, конечно же, очень рано это все закладывается и влияет Вот ты говоришь о том, что личность ребенка формируется до семи лет Из этого можно сделать вывод, что на формирование самооценки влияют взрослые, которые в этом возрасте рядом с ребенком То есть на родителях такая ответственность? На воспитателях в детском саду такая ответственность? Да, в первую очередь это родители и первый ухаживающий человек Чаще всего это мама И то, какими глазами мама смотрит на ребенка, таким ребенок себя и воспринимает Если она с любовью на него смотрит, с нежностью, то ребенок видит в ее глазах, получается, свое отражение И ощущает себя любимым, значимым, важным Если же мама уставшая, у нее там конфликты с мужем, на работе, она истощена То она и на ребенка смотрит с такими вот уставшими глазами и мыслями, когда ты уже прекратишь орать, кричать И, соответственно, ребенок воспринимает себя ненужным, потому что он всю ответственность берет на себя и ощущает При этом маме даже не надо говорить это словами Он просто ощущает А говорить и не надо, до двух лет точно ребенок не понимает речь Он понимает эмоции мамы, понимает ее настрой, сигналы ее тела Как сердце у нее бьется, какое у нее дыхание Поэтому это такой бессознательный материал И, конечно, на маме, на родителях ответственность огромная Потому что это первый мир для ребенка А самооценка как раз закладывается в отношениях Из того, как относятся к нам значимые люди, формируется наше самоощущение Вначале это семья, дальше это уже воспитатели в детском саду, сверстники Но, конечно же, если в родительской семье все было в порядке То шансов, что воспитатель сильно повлияет на самооценку, значительно уже меньше Потом дальше это учитель, одноклассники, они уже шлифуют эту самооценку Но, тем не менее, вот, Юля, как я вижу, вот дети, дошкольники, они всегда вот такого даже завышенного о себе мнения Они всегда молодцы, они себе нравятся, они считают себя красивыми, прекрасными, самыми умными Смело за все берутся, ни в чем не сомневаются А потом вот почему-то отношение к себе начинает меняться Вот почему? Это школа, это сверстники? Что происходит? В худшую сторону причем Я хочу немножко пошутить, что эти детки сейчас еще в маленьком возрасте не испорчены взрослыми То есть их природные ритмы, биологические инстинкты доминируют Если мы вспомним, как детки учатся ходить, можно многому поучиться Они упали, отряхнулись, они не думают О боже, у меня не получилось, я неудачник, все, не буду никогда это пробовать Но только если мама в этом упал Все равно, даже если мама, они через пару минут забывают и идут дальше Да, чем больше ребенок находится в семье, с людьми окружающими И чем больше они транслируют какие-то переживания, опасения То, что у тебя не получится, лучше не браться Тем больше вот эти вот сценарии закостеневают и становятся ригидными Потому что психика ребенка очень пластична И считается, чем младше ребенок, тем легче скорректировать и справить то, что там, допустим, какие-то упущения были допущены Чем старше человек, тем он более ригиден, тем больше времени формировались вот эти всякие его защиты Самоощущения и тем, конечно же, сложнее на них воздействовать Самооценка и комплексы – это одинаковые вещи? Самооценка – это более широкое Такое понятие туда входит Я просто пытаюсь понять, откуда берутся эти комплексы То есть вот рос ребенок, думал, что он хороший Вроде и мама говорила, я тебя люблю, ты мне нравишься А потом он вырастает в подростка и вот больше в себя не верит Ну, с одной стороны, в подростковом возрасте нормально то, что самооценка претерпевает некоторую Такой вот откат назад Комплексы берутся из жизни, из того, что человек сталкивается с какими-то неудачами И близкие люди, может быть, его не совсем поддерживают, не совсем понимают, что ребенок переживает Вроде бы справляется, вроде бы у него все хорошо, а ребенок в себе проживает это все И, может, воспринимает как личную неудачу То есть проблемы и комплексы берутся тогда, когда нет контакта И ребенок сам внутри справляется и иногда делает выводы не в пользу себя И тогда, когда близкие люди обвиняют, сравнивают Завышенные ожидания какие-то транслируют ребенку, критикуют его Как завышенные требования родителей влияют на ребенка И к чему приводит стремление к перфекционизму, нам сейчас расскажет супермама Катя Психологи говорят, у перфекционизма пять ударов И они могут испортить ребенку психику, отношения между вами И принести сплошные страдания в семью Итак, в детстве нам кажется, что все возможно и в жизни все получается легко Но как же просто получить первый удар и понять, что все дается через сложности и проблемы И нередко этот концепт навязывают родители Дети так или иначе формируются в меру и силу своих возможностей и способностей Наша задача помочь им это сделать Не оказывать на них давление, не заставлять их помимо их воли Потому что, естественно, рано или поздно мы столкнемся с протестом Это часто бывает в подростковом возрасте Второй удар перфекционизма – завышенные ожидания Это могут быть личные запросы или требования родителей всегда быть лучшим Приносить домой только пятерки и на соревнованиях стоять выше всех Родители акцентируют внимание только на оценках Часто на оценках Не обращают внимания на сам процесс обучения Каким образом ребенок обучается Что он делает, какие он использует методики в своем обучении Как он оперирует своими знаниями Некоторые родители в силу своих индивидуальных личностных особенностей Не готовы воспринимать ребенка своего целостно Третий удар – по самооценке Чаще это проблема отличников – медалистов Что любопытно, такие дети знают всю школьную программу на зубок Но очень боятся отойти от границ и покинуть зону мнимого комфорта То есть он не хочет отстаивать свои границы Не хочет отстаивать свои интересы Боится получить оценку ниже пятерки Как следствие, что он боится сообщить это родителям Потому что возникли конфликтные ситуации И от этой конфликтной ситуации возникает повышенный уровень тревожности Из тревожности возникает четвертый удар Он называется условно – выход на новый уровень деятельности невозможен Это навязанное ощущение потолка, выше которого не прыгнешь И что получается? Та часть личности, которая отвечает за спонтанность, коммуникабельность, креативное творческое мышление Отстает у ребенка Что возникает вследствие такой травматизации психики? Правильно, пятый удар перфекционизма Он же нокаут Назовем его удар в голову Нередко сопровождается психосоматическими расстройствами И приближением к клинической депрессии даже у детей Состояние характеризуется нежеланием что-либо делать и куда-то стремиться Что рекомендуют психологи? Ребенок должен быть значимым в семье Если этой значимости отсутствует, естественно, опять появляется уровень тревоги, переживания и различные последствия с этим Когда ребенка сравнивают, его чувство значимости пропадает Он понимает, что он незначим здесь Есть кто-то лучше, есть кто-то более успешный, но только не я Перфекционизм – это никогда не проспокойствие, это стресс и торможение Если хочется избежать этих моментов, то лучше остерегаться перфекционизма Правильная самооценка позволяет ошибаться и не страдать всю жизнь от бессмысленного чувства вины А вместо этого получать опыт Как вытянуть ребенка из заниженной самооценки и сформировать у него адекватную Нам сегодня рассказывает психолог Юлия Кесарь Юля, как действовать родителям, если они от ребенка слышат негатив в адрес самого себя? То есть я самый тупой, я никакой, я хуже всех Может быть, это таким образом ребенок или привлекает к себе внимание, или это какая-то манипуляция, или все-таки это просьба о помощи? Когда мы это слышим, важно повспоминать, не выражаемся ли мы так сами в адрес ребенка или кто-то из близких Если мы это делаем, то прекращаем это все, прям вот видим последствия сразу же Может ли это быть манипуляцией? В чистом виде ребенок еще не способен манипулировать Но такой бессознательной манипуляцией это может быть в тех случаях, когда родители особое внимание уделяют таким эпизодам Когда в обычной жизни они отстранены, занимаются своими делами, а когда ребенок говорит, я плохой, я тупой У них сразу же, да, эмоции сразу же, сразу же родители начинают успокаивать, поддерживать И у ребенка внутренне такая вот галочка Это работает? Работает, да, второй раз попробовала, снова сработала, значит это тот инструмент, которым я могу пользоваться Для того, чтобы получать любовь родителей, поддержку, а это вот самое важное Ну вот если не все это, и очевидно, родители замечают, что ребенок действительно страдает и чувствует себя самым вот худшим Что вот как? Здесь важно разобраться, посмотреть по какому поводу Детки часто переживают из-за своей внешности, из-за интеллектуальных способностей, из-за физических данных таких как быстрота, скорость, ловкость и из-за здоровья Вот это 4 основных пункта Посмотреть в какой области ребенок переживает, страдает И в ситуациях, то есть берем это на заметочку И в ситуациях, где ребенок, получается, транслирует опровержение вот этого убеждения Мы прям подхватываем и показываем Смотри, как круто у тебя получилось, а как тебе это удалось То есть еще и спрашиваем у ребенка для того, чтобы он вообще себя экспертом почувствовал И его самооценка возрастет И мы подхватываем и показываем ему Потому что часто человек с низкой самооценкой, вот это есть глубинное убеждение, никчемности, незначимости, глупости Он получается все ситуации, которые опровергают это убеждение, он их отбрасывает Это случайность, это мне повезло и вообще я этого не помню, я забыл А то, что подтверждает его глубинное убеждение, он как будто в копилочку собирает и это очень хорошо помнит, вспоминает И наоборот, себе чрезмерную ответственность присваивает Например, экзамен завалил только я виноват То есть ни настроение учителя, ни там еще какие-то форс-мажоры Да, человек не учитывает Поэтому нам важно своим примером научить ребенка и показывать ему конкретные факты Где он сам какими-то либо событиями, действиями показывает обратные А вот вариант захваливать ребенка побольше, направо и налево, вдоль и поперек Вот если у него низкая самооценка, я ему буду вот каждый день говорить, ты молодец, ты лучше всех Вот сравнивать его приведет это к хорошей жизни? Это другая крайность и, к сожалению, она не приводит к хорошим результатам Часто так поступают, я наблюдаю, современные родители, которые травмированы каким-либо отношением от своих родителей Они ощущали дефицит эмоциональной поддержки, любви И они стараются с ребенком по-другому, кардинальным образом И ребенок становится маленьким тиранчиком, который начинает управлять, манипулировать Ему от этого тоже неспокойно, у него высокий уровень тревоги Поэтому захваливать ребенка нельзя, потому что он будет слышать, ощущать фальшь Он будет ощущать тревогу, потому что будет понимать, что я-то не соответствую этим ожиданиям Вроде сказали, ты лучше всех, а я смотрю на других, то что-то я и не лучше всех И это на самом деле очень тяжелые последствия несет во взрослом возрасте Потому что есть глубинное ощущение, что я не такой, каким меня видят другие И меня в момент могут разоблачить, и я должен тщательно это все скрывать И быть очень таким гиперфункциональным, много-много делать без остановки То есть это очень тревожные, очень напряженные люди, которые либо ощущают себя самыми успешными Либо на низу самозванцами, да Либо если другой продемонстрировал успех, им сложно для другого радоваться Они ощущают себя незначимыми, никчемными И только вот в постоянной гонке, в постоянных таких ощущениях собственной успешности Они могут ощущать вот эту вот уверенность Но это про нестабильную самооценку Какими фразами и действиями родители понижают самооценку ребенка Причем сами того не замечая, нам сейчас расскажет супермама Таня Родителям не всегда нравится, как ведут себя их дети Но можно попытаться решить проблему, а можно навесить ярлык Для этого достаточно произнести фразу, которая будет влиять на самооценку ребенка еще очень долго Ну что ты за плакса, говорят родители в момент, когда ребенок проявляет эмоции Как правило, если ребенок плачет, родитель всеми силами стремится остановить ситуацию И переключить его на что-то другое Но из-за этого ребенок делает вывод, если он много плачет, значит он плохой Ему не дают переживать свое расстройство, а значит его эмоции ничего не значат Эффективнее посочувствовать ему, расспросить о причине переживаний, чтобы помочь справиться с эмоциями Наверняка кто-то из вас хоть раз произносил фразу Вечно ты все портишь По классике это происходит в момент, когда ребенок проливает чай или компот Или разбивает любимую мамину вазу Но на самом деле это верный путь к низкой самооценке ребенка Такой фразой мы сообщаем ему, что он для нас недостаточно хорош Он у нас неженка, так часто говорят родители про детей, которые отказываются носить какую-то одежду, есть определенную еду или ходить в какие-то места Но ведь это может быть показателем высокой чувствительности ребенка Если родители не выясняют, что с ним происходит, ребенку приходится отказываться от своих ощущений Вместо навешивания ярлыков лучше выяснить причину дискомфорта и попытаться найти решение И исключить из его жизни раздражитель Дети могут бояться всего, что им незнакомо Птиц, собак, сказочных персонажей и даже пылесоса Но, как правило, родители считают это ерундой и в ответ произносят фразу Какой же ты у нас трусишка В этот момент ребенок понимает, что остался со страхом один на один И никто ему в этом не поможет Гораздо эффективнее и правильнее обсудить с ребенком причину этого страха И подумать, как же он может с ним справиться и стать гораздо смелее Ну ты капуша! Еще одна фраза, по которой ребенок чувствует, что не оправдывает родительских ожиданий Правильнее поговорить с ребенком и выяснить причину медленных сборов И помочь ее решить Если проблема со сборами возникает из-за рассеянного внимания Нужно предложить ребенку разложить действия на маленькие части и выполнять их поэтапно Если ребенок долго делает уроки, можно предложить ему 15 минут выполнять задания Затем 5 минут отдыхать и заново возвращаться к учебе Детям для того, чтобы быть уверенными в себе Нужно чувствовать, что ими интересуются не их результатами, а тем, что у них внутри И эту тему мы сегодня обсуждаем с психологом Юлией Кесарь Юля, если у ребенка какие-то есть особенности во внешности Вес маленький, большой или что-нибудь с лицом Бывают какие-то пятна, витилиго, веснушки, волосы, все, что хочешь Есть такое, к чему могут прицепиться другие дети Естественно, ты понимаешь, что у такого ребенка высок риск того, что его самооценка будет качаться Из-за того, что на его внешность обращают внимание Вот как такого ребенка подстраховать? Подстраховываем через то, что обращаем внимание на его достоинства И говорим, какие у тебя красивые глаза, какие у тебя волосы прекрасные То есть не акцентируем внимание на недостатках каких-либо, а акцентируем внимание на преимуществах и на достоинствах Если такие вот недостатки, которые можно исправить Например, неправильный прикус, у подростков это высыпание кожное Тогда здесь хорошо предложить помощь Подлечить ребенка Подлечить, да, обратиться к профессионалам Потому что подростки часто мнение родителей не воспринимают А вот какого-то диетолога, тренера извне, косметолога Они очень хорошо слышат И то есть в этом можно помочь ребенку Если же особенности какие-то такие, на которые невозможно повлиять Ну тогда мы ребенку показываем, что это только часть твоей личности Есть масса всего хорошего, положительного И прям вот спрашиваем об этом А что тебе нравится в твоей внешности, да Вот какие твои сильные качества, а что в тебе ценят твои друзья Ну бывает, ребенок не может на это ничего Он говорит, ничего мне не нравится, ничего они не ценят Никому я не нравлюсь, я урод и все такое Ну в подростковом возрасте это норма И здесь мы что-то делаем В любом случае это бесследно не проходит Но с другой стороны смиряемся с тем, что это возраст такой И дети, подростки, очень сильно, там, наверное, 98% подростков недовольны своим телом Потому что оно интенсивно начинает меняться Не всегда гармонично Им это не совсем нравится И поэтому здесь вот эта вот вся особенность возрастная А вот правда, если мы сами про себя вслух другим людям говорим что-то плохое То эти окружающие люди, которые, возможно, даже не замечали ничего в нас Начинают в это верить То есть если я говорю, я урод или я дурак Я вроде ничего такого и не делал, но люди так начинают ко мне относиться Я к тому, что стоит вот вообще это озвучить ребенку? Это так работает? Да, обязательно, что тебе важно Ну хорошо, ты со мной делишься с доверенным лицом Я тебя могу поддержать Но если ты будешь это в общество транслировать То, конечно, это может повлиять и на отношения других к тебе Да, почему бы нет? Мы все используем, что нам кажется классным Такой хороший момент, что можно представить себя подростком собственным Да, вот попробовать ощутить вот эти вот проблемы, переживания И попробовать задать себе вопрос А что бы я хотела услышать? А что бы мне помогло? Какого бы я отношения хотел? Просто, чтобы меня выслушали или поддержали, дали какой-то совет И это все можно использовать и смотреть, что работает лучше с вашим подростком Сейчас в Инстаграме тренд такой крутится Когда выходит девушка в кадр в полный рост или крупно Крутится там себя со всех сторон, показывает и задает вопрос Вы сейчас видели мой самый большой комплекс Вот, да То есть чаще всего люди даже не понимают, о чем речь Но мы сами чаще всего фиксируем внимание чужих людей на том, чего можно было бы и не заметить Это все можно использовать Потом дальше картины художников, которые рисуют, да, разные комплекции Потом дальше в Инстаграм ходят тоже по поводу фигуры Когда девушка фотографируется, там, втянув животик, да, выброска И когда она в обычном своем состоянии Потому что, конечно, вот этот вот момент с внешностью в наше время, он очень актуален И завышенные требования не всегда реалистичны у наших детей И наша задача взрослых, это им это объяснять, поддерживать с разных сторон, да Ни в коем случае тоже нельзя критиковать внешность ребенка в плане, там, куда ты столько ешь Ты симпатичная, но вот ушки у тебя, конечно, припрячь, животик тяни Или куда ты столько ешь, да, прикрой рот Нет, если мы видим, что у ребенка немножко есть избыточный вес, мы здесь начинаем Готовить Молча просто, да, немножко Другое Свою, да И свои пищевые привычки менять Покупать домой больше фруктов, овощей Меньше каких-то неполезных таких вот моментов Это последние выходные каникулы И если ваш ребенок вдруг все это время просидел без дела Или тем более в гаджетах То самое время устроить для него запоминающиеся активности Проверенная подборка в следующем сюжете Чем занять ребенка на выходных? Тем, на что не хватало времени в будни Например, можно предложить ребенку самостоятельно приготовить что-то вкусное Из продуктов, которые не жалко испортить, если вдруг что Рецепт выбираем в детской поваренной книге У нас будут оладьи После перекуса займемся творчеством До него тоже все никак не доходили руки Достаем выжигателя, которым последний раз вспоминали еще на летних каникулах И начинаем выжигать В выходные удачное время, чтобы решиться Довериться своему ребенку и отпустить его на ночевку Или пригласить друга на ночь к себе Секретики, фонарики, халабуды из одеяла Из этих моментов и собираются воспоминания о счастливом детстве Игры, бродилки и другие настолки Пришло их время, родители отдохнувшие Об уроках не думают Вся семья спокойна, а значит можно Вечерком сыграть пару партий в удовольствие Если погода дождливая, можно сходить куда-то, где есть крыши Например, в кино Смотрим афиши Сейчас идет кунг-фу панда, четвертая часть Миграция и летучий корабль На сайте кинотеатра охотники за привидениями Но это для старшеклассников Еще идея сходить на роллер-дром, покататься Если ваш ребенок из собственных роликов уже вымахал Можно взять на прокат Вот она база для детской самооценки Мир надежный, потому что мои родители знают, что делать Потому что они меня любят, ценят, без условий Таким, каков я есть Юля, как можно помочь ребенку, который из-за неуверенности Боится отвечать на уроках Или отвечает очень тихо Так, чтобы вдруг никто не заметил его ошибки Можно ли что-то сделать, чтобы он стал посмелее? Ну, сначала мы пытаемся распаковать его страх И понять, чего на самом деле он боится Часто дети боятся Либо того, что одноклассники начнут смеяться Либо, что он забудет, запнется Ничего не вспомнит Почему он знает этот ребенок? Обычно все учим Он обычно лучше и знает И как раз уровень тревоги влияет на то, что Кора головного мозга немножко отключается И может запинаться, спотыкаться Сначала выявляем страх Пытаемся понять, чего он на самом деле боится Потом мы просим понаблюдать за одноклассниками Посмотри, пожалуйста А бывает ли, что кто-то запинается То, чего ребенок боится Мы просим проследить, бывает ли у других Чтобы он посмотрел за реакцией Отказываются ли, начинают ли все смеяться Отказываются ли с ним общаться С тем человеком И потом дальше мы вводим Такой вот метод экспозиции называется Где составляем ступенечку, лесенку страхов Например, на нижней ступенечке Это, например, рассказать стихотворение В кругу семьи Страх на 20% Потом выше Рассказать стихотворение Не только перед семьей Но еще и перед бабушкой с дедушкой Страх на 30% И вот сначала с первой ступенечки Начинаем распять Пусть ребенок рассказывает Нам этот стихий преодолевает Вот этот уровень страха Потом, когда он освоил этот уровень Чувствует себя спокойнее И понимает, что ничего критического не произошло Мы, поддерживая его, идем на вторую ступенечку То есть я прям совместно с детьми Разрабатываю вот эту иерархию страхов И потихонечку в него входим Потому что избегать ситуации Искать возможности отвечать тихо Договариваться с учителем Чтобы на перемене на ушко Да, это избегающее поведение Оно облегчает, получается, состояние в моменте Но оно ведет к плохим долгосрочным последствиям Потому что ребенок усваивает Что только благодаря тому, что рассказал на ушко Или на переменке Вот только поэтому не случилась неудача И это избегающее поведение закрепляется И потом ребенку тяжелее с ним справляться Поэтому бережно, аккуратно Можно поговорить с учителем Что, может, вызывайте его Но как-то вот с легких предметов Давайте начнем Да, не что-то такое прям глобальное Сразу же на сцену его песню петь Главную роль Вывозить его куда-нибудь на Днестр Вместе всей семьей громко покричать Работает? Да Да, здесь все работает Чем больше вариантов, тем лучше Ты в начале программы сказала о том Что завышенной самооценки не бывают И таким образом маскируется Заниженная самооценка Тем не менее, если вот фиксируем Ребенка с завышенной самооценкой Что с ним делать? Каким-то образом ее снижать? Или каким-то образом повышать? Вот тут вот непонятно пока Вот эта вот завышенная самооценка Еще можно назвать ее Таким вот проявлением нарциссизма Когда человек может считать Самым классным, самым умным А все другие, они никчемные, неудачники Поэтому здесь занижать Естественным образом, конечно же Мы это не будем делать Наоборот, Ребенка Макать его под плинтус Показывать его недостатки Нет, потому что на самом деле Вот эта нарциссическая личность Она в глубине очень неуверенная Очень травмированная И как в мифе о нарциссе Нарцисс смотрел на себя И умер от этого Так и вот Человеку опасно показывать Прям вот его недостатки В лоб Поэтому мы здесь Просто развиваем уважение К другим людям Показываем, что сверстники твои Тоже классные Что вот порадуемся за девочку Да, она заняла первое место В этом турнире по гимнастике Но это не делает тебя плохим Ты в чем-то своем Классный, уникальный И все мы разные И поэтому нам и интересно Друг с другом общаться То есть вот такое вот Уважение к другим людям И прививаем ребенку ощущение Что ты не хуже от этого Не нужно себя сравнивать Ты в своем Они в своем Вот это, я думаю, может работать Чудесно, Юль Спасибо тебе за информацию За поддержку И я уверена, что вот эти рекомендации Которые нужно к детям применять Можно применять и к самим себе Потому что мамина самооценка Она тоже очень на детскую самооценку влияет Это в первую очередь, я бы сказала, влияет Спасибо Быть до конца на стороне своих детей Еще одно важное условие Которое помогает ребенку Вырасти уверенным в себе человеком А что это значит? Это значит понимать ребенка По крайней мере, стараться это сделать Это значит знать, что у ребенка внутри И принимать его чувства Как бы трудно это ни было Это была программа Мамина школа Ставьте лайк нашему проекту И подписывайтесь на наш канал А мы с вами увидимся ровно через неделю Будем растить умных, здоровых и счастливых детей вместе